Приветствую вас и ситуация заключается вот в чем. Вы получили свои знания, вы получили диплом, но опыта практического у вас, как я понимаю, нет. Именно поэтому вы опасаетесь, что у вас будут проблемы, что вы не найдете общий язык с детьми и так далее. На самом деле, для начала, надо бы понять, в какой специальности, в каком направлении вы получили свой диплом. Какая у вас специализация? Есть очень много специализаций в психологии. Начиная от общего психолога, заканчивая, например, гестарцем психологом, психологом-консультантом, детским психологом, психологом личности и так далее. То есть, существует много школ психологии. И вам нужно сначала определиться, какое направление психологии вам нравится, в каком направлении психологии вы хотели бы работать. И тогда уже, исходя из вот этого момента, вы будете выбирать себе в сферу деятельности, я имею ввиду, людей. Например, если ваша специализация связана с детьми, то, соответственно, вы хорошо разбираетесь в детской психологии. И читать вам нужно только то, что связано с детской психологией. Сложность здесь представляется мне достаточно низкой, потому что работа с детьми – это психология поведения. То есть, просто корректировать поведение ребенка, объяснять ему какие-то вещи и все. Очень резко психолог общается с ребенком, например, в терапии причин или в психологической консультации. Очень резко. В основном с ребенком – это терапия поведения. И это работа с родителями, как правило. То есть, помочь им найти общий язык с ребенком. Вот и все. Но если у вас другая специализация и другой интерес, то это уже другой вопрос. И здесь нужно как-то все-таки привести к общему знаменателю то, что вам нравится, то, что вам интересно, и то, что вы реально можете сделать. Далее. Насколько я знаю, насколько мне известно, человек, который закончил обучение по специальности психолог, как правило, начинает работать сперва помощником психолога в центре психологической помощи, помощником психолога до получения соответствующего стажа и опыта. И потом уже переходит либо на частную практику, либо консультирует в качестве психолога, самостоятельного психолога в своем кабинете, который, опять-таки, открывается либо своим самим, как ИП, то есть индивидуальный предприниматель, либо в центре психологической помощи. Честно говоря, может быть, я чего-то не знаю, такое может быть, вполне нормально это, но нигде не слышал, чтобы человек, который только получил диплом, сразу начал в поиске работы с школьным психологом. Там ведь требуется опыт в работе с школьным психологом. А вот где опыта не требуется, это, как правило, поможет психолог. Так что, чтобы вам преодолеть страх и неуверенность в себе, вам нужен опыт. Также психологи-новички очень часто берут в себе помощь наставника, супервизора, который помогает им на первых порах решать практические задачи, связанные с проблемами клиентов. Вот, в принципе, то, что я вам могу сказать. То есть, читать постоянно что-то, искать информацию о чем-то, не нужно. Вы определите, в какой сфере вы будете работать, для себя хотя бы. Вы подумайте, с кем вам лучше работать, где вам лучше работать. И вот в этом направлении изучайте литературу. Но литературу, литературу ставить изучать ту, которая вам именно полезна, которая именно поможет вам в том, что вы собираетесь делать. Не нужно читать все подряд. Не нужно, знаете как, там чуть-чуть прочитал, весь чуть-чуть прочитал. Этого не нужно делать. Лучше целенаправленно изучайте литературу, серьезную литературу, на ту тему, которая вам интересна. Направлено на ту категорию людей, с которыми вы будете работать. И обязательно имейте в виду то, что я вам сказал по поводу работы. Вот. Если есть желание, могу вам оказывать услуги супервизии. Если хотите, конечно. По желанию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok